Парламент провел первое в этом сезоне пленарное заседание. И как это вводится, депутаты сразу же рассорились. Впрочем, спикер пошел еще дальше и дошел до удаления из зала неугодного политика. Словом, за это лето ничего не изменилось. И если учесть, что сессия предвыборная, то следует ждать и больших страстей. Так как же будут себя вести наши избранники до завершения мандата? Смогут ли принять важнейшие законы, без которых будет сложно работать и в городах, и в селах? Устоят ли они перед искушением дешевого пиара перед парламентскими? Вот о чем честно и принципиально мы поговорим в сегодняшнем эфире. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И сегодня в студию я пригласила депутатов. Было бы логично, конечно же, в этой ситуации звать именно депутатов. Григорий Навак, представляющий партию социалистов Республики Молдова. Добрый вечер. Добрый вечер. Игорь Время, представляющий Демократическую партию Республики Молдова. Иван, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, я поздравляю вас с началом сессии. Знаю, что она будет, конечно же, непростой. И вот для начала хотела бы узнать, чего вы сами ждете от последней сессии этого депутатского мандата. Господин Навак, чего вы ждете? А в принципе ничего нового, как мы обсуждали ранее тоже у вас в студии. Демократическая партия никак не откажется от своей антидемократической политики, которую вела на протяжении последних лет, в том числе, когда уже, скажем так, взяла на себя ответственность за правлением страны. И сегодня было первое заседание парламента. И вот сегодняшнее заседание тому подтверждение. Понятно, что уже Демпартию никогда не интересовало те социальные проекты и те болезненные вопросы, которые, скажем так, волнуют общество. А мы, депутаты, уже озвучиваем то, что волнует общество. Мы пытались сегодня внесить ряд предложений в повестку дня насчет слушаний на РЭ, то, что касается стоимости гигакалорий на отопление, так как уже вот-вот скоро начнется сезон отопления. А как мы знаем, уже тарифы на газ снизились, а цены на гигакалорий так и остались. Это, скажем так, легализированное воровство, можно так сказать, простого гражданина. Другие моменты пытались нести. Ну, как вы видели, они успешно все это отвергли, кроме одного момента по насчет слушаний генерального прокурора, директора Национального центра по борьбе с коррупцией, губернатора Нацбанка и так далее, то, что касается кражи миллиарда из банковской системы и то, что касается второго отчета КРОЛ. Мы видели, что были попытки, скажем так, аннулировать вот эти слушания, так как, видимо, господин спикер сам не ожидал, что это пройдет, но там оказалось из числа присутствующих депутатов и неожиданно поддержали другие фракции, вот оно как-то прошло. Там как-то так считали странно, сейчас господин Время, возможно, об этом будет говорить, но так как-то вот выяснилось. Ну, сам факт господин Время, подключаясь к нашему разговору, то, что за это предложение проголосовала одна из составляющих правящей коалиции, проголосовала партия господин Лянко, что стало, насколько я поняла, полнейшей неожиданностью для правящей демократической партии. Так, господин Время? Ну, я не скажу так. Ну, скажите по-другому. Просто данный вопрос набрал большинство из присутствующих в зале депутатов, и так, если большинство посчитало нужным провести слушание по данному вопросу, пожалуйста, они будут проведены. Но с другой точки зрения, никому не интересно то, что будет твориться. Там просто нужно организовать какое-то политическое шоу с парламентской трибуны. Потому что все данные, все отчеты, скажем так, как идут действия процессуального характера в отношении этого вопроса, они все сейчас, то есть их можно найти на сайте генпрокуратуры, они еще в июне, по-моему, месяце были опубликованы в виде стратегии насчет... Ну, возврата, скажем так, стратегии возврата этих сумм, и там все шаги, все, кто... от тех, кто участвует в качестве каких-либо... то есть имеет какой-либо уголовно-процессуальный статус, до тех, которые ведут следствие, результаты, все есть в этой стратегии, все отражено, так вся информация как бы на картинке, но... То есть вы... вот мне одна фраза запала вашу душу, вы скажете, что это никому не интересно. Если бы было интересно, то депутаты начали бы с того, что вот стратегия есть, а нас интересует еще что-то помимо той стратегии или того, что отражено в содержании вот этой стратегии. Я поняла вас. Ну, вот я не депутат, но могу сказать, почему мне это было бы интересно, а господин Наваг потом скажет, почему это было интересно или не интересно ему. Наверное, все-таки интересно, раз голосовали за это. Мне было бы интересно после высказывания господина Канду в Соединенных Штатах Америки, где он сказал совершенно четко, что они уже точно знают, где находится 90% украденных денег. У кого? И вот проблема только заключается в том, как эти деньги у них забрать. Вот мне интересно, было бы, чтобы депутаты обсудили это или хотя бы мы узнали, кто же это те самые 90% денег присвоил. Это так вот я как рядовой в этом случае рассуждаю о гражданине господина Вак. А вам почему это было интересно? Ну, во-первых, это не только мне интересно, это в принципе интересно всему обществу, так как страна должна знать своих героев. Мы должны уже поставить точку в этой проблеме, вернуть деньги в казну. То, что сказал господин Канду, что уже 90% украденных денег, они идентифицированы, так а почему они не возвращены? Почему они не в государственной казне? Почему мы на сегодняшний день, ну как мы, имеется в виду правящее большинство в лице демократической партии, вынуждено ходить с протянутой рукой то в США, то в Европе, дайте нам на то, на то, на то. Раз есть эти деньги и раз они могут быть возвращены в госказну, то мы можем их использовать. А раз это так, то нет нужды, чтобы мы обратились в международные финансовые структуры. Второй вопрос. А где еще 10%? Или это пошли на откаты? Или что с ними произошло? Раз у нас так упорно идет, скажем так, расследование, все идентифицировано, все обо всем знают. Я вам хотел напомнить, что сказал господин Филипп, он сказал, что тоже как-то совпало опять 90% тех людей, которые в этом списке фигурируют в отчете КРОЛ. Они довольно, по его словам, добропорядочные граждане нашей страны. Ну вот, если они добропорядочные, то пускай люди знают, то эти добропорядочные люди. Почему они фигурируют в этом отчете КРОЛ? Или мы не доверяем той международной организации, которой тоже правительство и Национальный банк обратилось... Которой мы заплатили деньги. Которой заплатили немалые деньги для расследования. А раз мы им не доверяем, то зачем мы тогда обратились? Поэтому у нас есть все предпосылки верить этой организации. Насколько я понимаю, что имеет в виду господин Время? Господин Время подозревает вас, господин Навак, и социалистов, я так понимаю, да, и тех, кто проголосовал, в том, что хотят из этого делать шоу. То есть хотели бы, вот зашли бы на сайт, тихонечко посмотрели бы информацию, и вот не задавали бы вот так вот прилюдно эти вопросы. Да, господин Время? Не то, что прилюдно. А как вы считаете, то, что оно опубликовано на официальном сайте, это не прилюдно? Это не транспарентное отражение состояния дел по ведению или как, по ходу. И там есть список этих граждан? Конечно, конечно. То есть получается? Смисок граждан, которые в учете в ВОЛ-2? Да, там есть упомянуты три группы, которые участвуют. В том числе и добросовестные? Я говорю, три группы дел, определенные имена и как идет следствие сейчас, то есть ход действий на данный момент, сколько отводится по годам, все как идет следствие в том, что касается идентифицирования схем и в конечном счете возврата денег. Вы, юрист, вы же знаете, что любое преступление оставляет свой след, правильно? Конечно. Прошло уже четыре года. Уже в этой стратегии указано, что сейчас уже в судах находится на рассмотрении 43 уголовных дел. И сколько посажено в тюрьму из этих 43 уголовных дел? Сколько людей сидит реально либо в изоляторе, либо уже есть окончательный приговор? Ноль. Ни одного, правильно? Почему ни одного? А кто? А Гачкевич где? Что? Есть приговор? Конечно, есть определенный приговор. Нет приговора, что вы говорите? Нет у Гачкевича приговора. А вы прочтите стратегию, вы увидите там. Я почему говорю, там три группы дел. Группа Гачкевича, группа Шора и группа, остальная группа. Там указаны Платон, Филат и другие. И вот по этим трем группам и ведется сейчас следствие. И ведутся дела, которые уже дошли до рассмотрения. А как же тот же бывший экс-генеральный прокурор, который знал, он сам признался с центральной трибуны парламента, что мы знали, что воруют мешками. Ну хорошо, а вы знаете, что меры уголовно-процессуального характера не велись? Или вы не знаете? Так а где результаты? Люди, которые должны были выполнить свои прямые обязанности согласно закону и должны были не оставить, чтобы украли, а пересекать на корне все эти противоправные действия, которые привели в конечном итоге кражи миллиардов. Вот сейчас мы говорим о том, только просто говорим о том, что вы должны прочесть эту стратегию. Там указаны и методы, как были, там есть и секретные счета, и другое. Это все есть отражено тут. Вот когда вы прочтете, и мы можем с вами на основе уголовно-процессуальных норм уже вести дискуссию. А почему вы считаете, что не может быть дискуссии после того, как депутаты у вас назначена уже дата? Вот депутаты распрекрасно прочтут эту вашу стратегию. Не наша, это прокурорская стратегия, а не моя. Нет, нет, я имею в виду правящих сил. Почему правящих? Вы хотите сказать, что у нас прокурорная организма? Да, конечно. Он именно это хочет сказать, и пусть говорит. Вы сейчас сказали, как должно быть, как есть на самом деле. Вот хотел сказать, все. Соответственно, с законом, и в действительности так оно и есть. Понятно, вы сказали, что хотели сказать, мы вас послушаем. Теперь я говорю, вот то, о чем мы сейчас говорим. Смотрите, появляется сколько вопросов. Мне кажется, вполне нормальным, чтобы вот по этой самой стратегии, депутаты задавали вопросы прямые, да, и чтобы на них получали по возможности прямые ответы. Потому что я, насколько знаю, оппозиции, пообщаться с представителями прокуратуры. Я сейчас правильно говорю, господин Навак, или вам по первому зову прокурор отвечает. Пообщаться со всеми теми органами следственными, это в принципе большая проблема. Не зря люди придумывают и запросы, и вот это вот все. Поэтому, на мой взгляд, это совершенно нормально. Но, смотрите как, ваш коллега по альянсу, вот Лянка, вот он с вами правящая большинство составляет, а вот он сегодня честно говорит, да, нам нужен этот разговор, нам надо ставить точку, вопросы есть, мы хотим получить ответы. Как, ваш коллега тоже, получается, не может прочитать эту самую стратегию? Значит, есть вопросы? У каждого есть вопросы, пусть задает. Но, какие вопросы? Правильные, желательно. Нет, то слушайте, я почему говорю, что нужен политический шок? Потому что по закону прокуратуры мы не можем вызвать прокурора для того, что нам дал объяснительные записки по одному или другому делу. Как бы оно ни, я не знаю, было это дело. Есть и конституционный суд высказался на эту тему, что это не конституционно. Но, хорошо, уже есть решение, будем слушать. Будем провести слушание, если что-то другое интересует. Хотя я не уверен, что он придет и скажет вот это, вот это, вот это. Потому что есть там определенные нюансы, что касается уголовного преследования, которым не может... Безусловно, он сошлется на тайну следствия, и поэтому, да. И что будет? У меня не будет... Опять будет тот же разговор, что вот нам не дали, ссылаясь на, опять же, на букву закона. То есть, то, что есть... Знаете, я бы в ответ сказала так, если вот посмотреть, сколько лет уже все это все тянется, уже мандат этот депутат исполнил, да, практически. Вот уже 4 года. 4 года. И все время ссылаться на тайну следствия, так дайте результат. Но у меня не будет возможности задать этот вопрос. Господин Навак, у вас будет, я вам завидую здесь по-хорошему. Я бы, например, спросила спикера вот о чем на этом слушании. Я бы спросила так, вот смотрите, когда вы были в Соединенных Штатах Америки, и вас спросили прямо про Шора, да? Был такой вопрос, что он сказал. Он сказал, вы понимаете, мы же не можем человека вот так вот считать осужденным до тех пор, пока он не пройдет все инстанции. И тут вот возвращается Господин Канду, и на следующий день суд что делает? Следующая инстанция берет и переносит рассмотрение еще до декабря месяца. То есть, вот я думаю, что если бы это было в самих Соединенных Штатах Америки, наверное, и такой вопрос задали бы Канду. Но вот господин Навак, задайте, если можно, как-то, я не знаю, кто-то из депутатов, если вам это, конечно, интересно. Мне кажется, что это случайное совпадение или это не случайное совпадение? Как полагаете? Конечно, ничего случайного просто так не бывает. Всему есть логическое объяснение. И то, что какие-то три месяца дали на экономическую экспертизу вот этому делу, это, по крайней мере, вызывает смех в лучшем случае. Естественно, никакой необходимости нет для дополнительной экспертизы. Процессуально, да. Адвокат может потребовать, согласно уголовному процессуальному кодексу, может быть, какая-то экспертиза, но нужды в этой нет. То есть на сегодняшний день у нас есть отчет КРОЛ, на сегодняшний день у нас есть свидетели, на сегодняшний день у нас есть разного рода подозреваемые, да? И какую экспертизу еще проводить и какую экономическую? Что, констатировать, что нет денег и украли их? Или в чем суть экспертизы? Вот не знаю. То есть это умышленное затягивание и время, и ставка Демпартии, чтобы затащить мэра Аргеева в парламент, для того, чтобы у этого господина был иммунитет парламентский, для того, чтобы он участвовал в самой предвыборной гонке и занимался вот этими делами, которыми он занимается. Разного рода, ну, некоторые говорят, что это подкуп, другие говорят, что это коррумпирование электората и так далее. Разные версии есть. По крайней мере, он занимается, чем он занимается. И его оставили для того, чтобы он, ну, по крайней мере, господин Шуар так себе считает левой партией, не знаю почему. Видите, он уже обещал там какие-то колхозы, не знаю что. И вот он работает конкретно на данном левом фланге, чтобы как можно больше урвать. Это то пару процентов, если получится, то разного рода спойлеры, которые приходят в политику для того, чтобы реализовать свои интересы персональные в дальнейшем, а не для того, чтобы сделать что-то для народа. Я понимаю. У вас будет реплика в этом отношении, или я следующий вопрос задаю, господин Время? Почему реплика? Я могу сказать... Пожалуйста. То же самое про социалистов. Если они говорят, что ШОР – это интерес демпартии, а почему не интерес соцпартии в том отношении, если говорят, что он как бы находится на левом фланге и хотят устранить. Я не имею ничего против политической корректной борьбы. Но сейчас мы говорим, то есть сводим юридические вопросы к политическому составляющему, или в другое поле уходим, невзирая на то, что приписано уголовно-процессуальным законодательством. Хорошо. Сколько дали ему на экспертизу? Можем обсудить... Три месяца. Я говорю, сколько дали суд, сколько дал, сколько разрешил, или вот отведен вот такой срок. А вы не поинтересовались, сколько у нас вообще ведутся экспертизы? Есть по два года, которые особенно, если идет речь об экономическом составляющем экспертизы, потому что они очень комплексные. Я не... Господин Время, это не какие-то судебно-медицинские, где какие-то расслабки проводители... Хорошо, а если вы хотите доказать, если вы... Это экономические, это бумаги, это документы. Ну и что? Они не подвергаются экспертизе. Различные экспертизы... То есть за все это время экспертизы не надо было? Но если есть одна экспертиза, а если есть право, конституционное право на защиту, поэтому суд обязан... Закончится эта экспертиза, пройдет три месяца, закончится эта экспертиза. Адвокат попросит другую экспертизу, экономическо-политическую экспертизу. И еще на три месяца. Потому что мы говорим только... Потом попросит какое-то другое состояние здоровья Шора. И еще на три месяца. И так до бесконечности может повторяться. А денег как не было, так и не будет в госказне. Если мы говорим сейчас вот об этом похищенном миллиарде, то мы видим, что в этой ситуации все-таки как-то уже дело сдвинулось. То есть уже будут слушания. По крайней мере, мы будем... Еще какую-то информацию, я надеюсь, да, дополнительно мы получим. Я хочу сейчас поговорить о той информации, которую необходимо... Не знаю, вот уже в который раз я задаю эти вопросы, но необходимо все-таки ее узнать. Господин, время. Смотрите. Демократическая партия накануне этого сезона действительно удивила всех. Она сказала, что вы больше не проевропейская партия, вы теперь позиционируете себя как партия про Молдавская. У меня в этой связи вопрос. Будете ли вы настаивать на том, что вы в Конституцию внесете, вот на этой сессии, да, значит, вектор европейский? И второе. Ваш коллега по коалиции Юрий Лянко сказал, что именно сейчас настало время, чтобы внести в Конституцию государственным языком румынский. Поясните, как правящая партия, что вы будете делать? Хорошо. Но я изначально хочу отметить, что вы некорректно сейчас сказали, что Демпартия объявила о своем отказе от европейского вектора. Если вы мне покажете, или где-то во услышании было это сказано, то я извинюсь перед вам. Извиняйте сейчас, потому что вопрос был в отношении не вектора, а в отношении, что вы были проевропейская, стали позиционировать себя как про Молдавскую. Вот так был вопрос задан. А где было высказано мнение, что мы сейчас не проевропейская партия? Вот я в этом... Тогда вопрос встречный. Почему вы тогда не позиционируете себя как проевропейская и промолдавская? Вы сказали, нет, мы промолдавская. Так было, господин Владимир? Конечно, нет. Почему вы не говорите, мы и такие, и такие? Нет. Дем... Почему мы не говорим? Мы это везде во всеуслышание сказали. Мы всегда были и будем промолдавской партии. Одновременно проевропейская ориентация не означает, что Демпартия была или только проевропейский союз, или про Молдова. Эти два совмещаемые всегда придерживалась Демпартия вот этих двух составляющих. потому что оно одно другому не мешает, но они предполагают... Дополняют. Дополняют, да. Да, я вам помогаю. Так. Потому что Демпартия всегда то, что делает, делает не только в том отношении, чтобы угодить кому-то слева или справа, который находится от нашей республики. А все делается во благо интересов людей. И все реформы, именно чтобы они чувствовали в первую очередь, а не кто-то другой, который хочет этого или хочет уклонить вектор то влево, то вправо, то в одну сторону, то в другой. Мы должны всегда сказали, мы должны действовать только соблюдая принципы озвученные в Конституции и во благо людей. Мы поняли. Господин Навак, вам слово. Ну, я вам скажу. На самом деле намного проще тут. Господа демократы поняли, что им уже на правом политическом фланге уже там нечего ловить. Там, скажем так, оттеснили их другие партии. Ну, Настаси, Санду и другие еще там мелкие. Поэтому им пришлось... А у вас оттеснил шор, что ли? Нет, у нас все в порядке с этим. Ну, так, что говорить, это было, что я не знаю. И вот на днях был соцопрос подтверждения тому, что у нас все хорошо и с рейтингом, и с доверием к президенту, и с доверием к нашей партии социалистов. Но, возвращаясь к заданному вопросу, господа демократы переориентировались на электорат. То есть, увидели, что вот есть на левом политическом фланге есть социалисты и тут там где-то еще мелькают... Вы меня простите, если я процитирую лидера демократической партии Владимира Плахотнюка. когда он вышел к журналистам и объяснял. Вот он сказал такую фразу «Политики отдалились от народа, а проблемы людей оставались теми же, так как они не решаются геополитически, а только при помощи хорошей внутренней политики. Поэтому отныне ДПМ промолдавская партия. Партия для всех молдаван. Конец цитаты. То есть, я в этой фразе не услышала она проевропейская и промолдавская. Наоборот, господин Плахотнюк совершенно замечательно призвал отдалиться от геополитики и назвал свою партию и сказал не делая ставку только на геополитику. Ну вот видите. Одна партия требует, что мы в одну сторону уклонились, другая в другую. Поэтому он предлагает от этого отказываться. Нет, он не отказывается. Я вам приведу еще один пример. Ну хорошо. Инициативу конституционного изменения. Кто зарегистрировал в парламенте? Партия социалистов или что? Или кто? Что именно? Какой инициатив? О том, чтобы внести ориентацию. Это вообще глупость, что вы предложили. А потому что вы повесили на всех госучреждениях флаг Евросоюза. Мы что, стали европейцами? А если внесем конституцию, станем большими европейцами? мы должны вести разговор о какой-то национальной идее. И вы считаете, что это национальная идея? А почему бы нет? А национальная идея вообще объединить всех людей вокруг национального интереса? интересов республики Молдова. Про Молдову. Поэтому мы и говорим про Молдову. Не нужно изыскать только что. Вы про Молдову? И то, и другое. Один другому не мешает. тогда скажу другое. Вот открытие офиса НАТО и несоблюдение отдельной части Конституции это в интересах Молдовы? А какие парады может быть и в интересах Молдовы? Или может быть парады унионистов в интересах Молдовы? А может быть плевок на нашу молдавскую идентичность? История, язык, православие это скажем так то на что держится наше государство. Вот все эти моменты говорят, что вы да про европейцы потому что европейцам нравятся вот такие разноцветные марши унионисты вот на правом фланге никакие вы не промолдавские потому как делать все чтобы этот народ жил хуже может только тот, кто не любит свою страну хорошо вот утверждает делать все чтобы народ жил хуже чем это объясняется? Тем, что есть представительство НАТО а у нас аргументировать послушайте меня когда мы открыли представительство при НАТО подскажите мне вы представитель власти нет давайте вспомним когда было Молдова открыто представительство при НАТО вот вспомните когда это было офис НАТО я не говорю представителя офис НАТО но мы открыли даже представительство при НАТО какая необходимость была в этом? у нас был центр информирования а сейчас у нас офис НАТО хорошо а когда было открыто представительство премьером кто у нас был? а кто был вице-премьером? вот подскажите мне пожалуйста когда тогда другие интересы Молдовича вы немножко да не надо путайте вопрос кто был представителем вы играете с представителем и офисом НАТО то же самое как обманываете граждан о евроинтеграции и вхождении в Евросоюз разные теории давайте я скажу так мы все знаем что у нас был открыт центр информирования ну и что центр информирования он так назывался да и спустя некоторое время когда уже значит к власти пришли демократы кстати у нас стали говорить о том что этого недостаточно и тогда у нас открыли центр НАТО я правильно говорю офис НАТО как называется это дипломатического плана такого учреждения где будет назначен все правильно не свои действия нет я все правильно излагаю да ну спасибо но вы забыли вот предыдущий этап с чего было начато ну извините что я не начинаю с образования НАТО давайте оставим нет если вы считаете что это неудачный пример задаю вам вопрос как представитель власти сколько педагогических кадров не хватает в образовательной системе на сегодняшний день ну и что это с сегодняшнего дня с сегодняшнего дня сколько вы знаете цифру нет а вы скажите мне вы знаете цифру или знаете они сегодня ушли из системы последние годы вот сейчас массово ушли массово где массово вот дайте мне один пример массово Господин Время, я вам помогу. На сегодняшний день не хватает 2032 кадра в образовательной системе. И все ушли из-за так называемой оптимизации карты школ. Это с вашей помощью закрыли ряд школ. Почему не приводите пример, что мы объявили, что приостанавливаем любую оптимизацию школ? Почему бы об этом не поговорить? Но осталось уже закрыть полностью все, потушить свет. Да нет, вы просто обвиняете партию в углахе. А как не обвинять, если вы при этом были? Как никого обвинять? У меня складывается такое впечатление, что это уже похоже на предвыборные дебаты. Да не предвыборные, это реалий. Я понимаю, но мне хочется все-таки про Сессию эту больше поговорить, что будет еще. То, что есть вопросы, господин Время никак не ответит на мой вопрос, будут ли они вносить в Конституцию румынские языки в качестве государства. Это уже Лянка требует? Я объяснила. Мне интересно, вот сейчас позиция демократов. Будете это делать? Вот позиция демократов на этот счет будет озвучена на определенный момент. Но то, что мы во всеуслышании сказали и к чему стремимся, я уже вам сказал. Я ничего не говорю про эту часть. Потому что хотим мы, не хотим. Вот мой коллега придерживается одного взгляда. О, я поняла. Другие, другого. Просто это очень важный вопрос. Вот вы сейчас подняли вопрос. Хорошо. Вопрос. А я же не знаю, как будут голосовать все остальные. Потому что просто это ведется разговор вокруг того вопроса, который не имеет большинства. Абсолютно правы, поэтому я и не спрашиваю других. Я спрашиваю позиции демократов. Вы были внимательны. Я вначале сказала, как демократы относятся к этой идее. Демократы. Господин Временович, а знаете, почему я сказал ранее, что... Раньше, если вы ссылаетесь на то, что сказал председатель партии, на одном из брифингов, он тоже сказал и об этом. У нас в партии все свободны, в принципе, определиться вот насчет того мнения, какого... А, то есть у вас нет единого мнения? А у вас какое мнение, вот у вас конкретно? У меня конституционное пока что. Конституционное? Придерживаясь. То есть внести в конституцию, да? Нет. Не внести? То, что говорится в конституции. За молдавский язык в господин Временович. Нет, я имею в виду по поводу евроинтеграции. Это самый интересный вопрос, который вас сейчас... Нет, секундочку, господин Временович, я вам говорю открыто, откровенно, перед телезрителем. Вы сказали, что мы делаем плохо, хуже для народа. Что хуже для народа? Что будет он говорить? Секундочку. Я говорю от себя лично и от имени фракций социалистов, что социалисты против изменения конституции и введения в конституцию евроинтеграцию. А вы? Когда будет вопрос поставлен на голосование, вы тогда узнаете и наше мнение. Я могу вам аргументировать, почему я против. Вы знаете, почему? Вы хотите намекнуть, что ему скажут его мнение? Я думаю, что он высказался, что он румынский. Вот не поэтому. А вы раз вы говорите, что у вас, секундочку, раз вы говорите, что у вас во фракции так демократично, то скажите свое мнение. Вот вы лично. Вот я выскажу, когда будет обсуждаться этот вопрос. То есть сейчас вы не хотите говорить. А вас не исключает тот факт, что это введение в конституцию противоречит пятой статье конституции? Он еще не сказал, какой у него лично мнение. Он не хочет говорить. Ну тогда мы тоже юристы. Ну тогда я. Вот видите, как у нас все хорошо. Только я по сравнению с вами отвечаю на вопросы. Даже неудобные. По конституции у нас решения конституционного суда могут быть обсуждены, но они должны исполняться. Хочу им, нравится мне. Да что, пятое. Есть постановление и конституционного суда. Вот смеются. Я вам говорю. Нет, я смеюсь, потому что я, например, четко знаю, что я считаю, какой язык является государственным. Господин, на вас тоже четко знаю. Хорошо. А вот вы как-то веляете. Мы вертимся вокруг этого вопроса уже с момента декларации независимости Республики Молдова. Вместо того, чтобы мы думали о другом. Господин Время, право. Что делается хуже? А что делается хуже? Вот, сейчас отвечу на ваш вопрос. Господин Время, замечательно говорите. Столько лет вертимся, слушайте. Не пора ли? Чего вы не берете народ на референдуме, не спрашиваете? Нет, вот вы, вот вы, сейчас вы решаете эти... Меня этот вопрос вообще не интересует. Поставьте точку уже. Поставьте точку, выйдите с инициативой. Вы правящая партия. Вам с циклом говорить проще. Изменения в Конституции, о векторе. А заодно и о языке. Господин Время, я вам говорю, что она противоречит Конституции. Вот это ваше предложение. Давайте все-таки прочту для телезрителей пятую статью Конституции. Прочти. Демократия и политический плюрализм. Конечно. Часть первая. Демократия в республике Молдова осуществляется в условиях политического плюрализма. Хорошо. Несовместима с диктатурой и тоталитаризмом. Часть вторая. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной идеологии. Сейчас он будет говорить, что это не идеология. Господин Наваг. Вы сами ответили на вопрос. Нет, не ответил. Давайте продолжу дальше. А что, где-то написано, что идеология демпартии это единственное правильное в республике Молдова? Чисто теоретически, если предположить, что не дай бог вы это все внесете, не дай бог, и дай бог, чтобы всем пришел здравый смысл, то тот человек, который выскажется завтра за другой вектор развития страны, он что, получается, нарушает Конституцию? А где плюрализм? Где плюрализм? А что? Не, не, конкретный вопрос вам. Или чем нарушается вот этот принцип плюрализма мнений? Так я вам столько что прочитал. Плюрализм, политический плюрализм. Мне кажется, мы уходим в философию, у меня еще есть конкретные вопросы. По этой сессии. А тогда, когда мы присоединились к Совету Европы, мы что там одобрили или приняли в качестве принципов для себя? Мы что, внесли в Конституцию это? А мы, а вы прочтите другие статьи, что говорятся в статье? Секундочку, мы внесли отдельную статью в Конституцию? Насчет Совета Европы? Нет. А вы прочтите четвертую и другие статьи, где указано, что если законодательство Республики Молдова противоречит обязательствам Республики Молдова. Мы считаем Конституцию всех, господин Время, мы будем читать Конституцию. Я уже не буду спрашивать, кого спросила власть, когда взяла этот курс на Евросоюз. Господин Наваг, спрашиваю здесь больше я. Да, пожалуйста. Вот теперь спрашиваю. Вот смотрите, тоже меня волнует эта информация. До 31 октября почему-то комиссия по праву, ваша комиссия назначениями иммунитета, так, господин Время? Юридическая по правам человеком не наша. Вы по правам человека? Нет, я по правам человека. Так я говорю, ваша комиссия по праву назначениями иммунитета. Ваша комиссия? Ваша. Должна представить парламенту выводы касательно экспертизы электорального законодательства, которое лежало в основе решения о признании недействительными выборов мэра Кишинева. Вот у меня такой простой вопрос. Кого не спрашиваю из депутатов, членов вашей комиссии, говорят так, в том числе представители демократической партии, говорят так, да ничего мы там особо не будем предлагать менять в кодексе. Мы всего-то, навсего хотим по соцсетям вот этот маленький вопросик, вот только вот уточнить, когда можно в соцсетях рекламировать себя. И когда они, и все, и не будет никаких. Так я задаю себе вопрос, сколько времени прошло? И уже до 31 октября уже взяли эту дату. Господин Время, скажите честно, что вы там собираетесь менять в нашем кодексе о выборе, если вы столько времени занимаетесь только этим исключительно вопросом? А почему вы говорите, что только этим исключительно? Ну вот я только видела заседание. Я не знаю, с кем вы говорили, но я прошу вас... Господин Загородник был у нас в эфире, мы задавали этот вопрос. Можете пересмотреть эфир и услышать его ответы? Он сказал, что только вот этот вопрос нас интересует и все. Нет, но если по этому вопросу создана специальная комиссия, то вы же, значит, очевидно, очень много времени этим занимаетесь. Комиссия создана давно просто. Нам отвели еще одну ответственность или задание дали работу комиссии в том, чтобы выяснить вопрос именно с законодательством в отношении того, или что было во время вот неутверждения выборов в муниципе Кишинева. И что можно бы было, если в случае мы усмотрим нужды в этом, изменить законодательство таким образом, если какие-то, конечно, установим, что нужны изменения. Поэтому мы запросили все органы, какие-то прямо или косвенно, которые имеют определенные обязанности в том, что касается избирательного процесса, и чтобы нам ответили, включая и гражданское общество. Конечно, и мы уже провели и заседание. Да я знаю, мне уже сказали, что вы да. Вы все время там говорите, обсуждаете. Времени остается мало. И там есть, я хочу сказать, и там есть представители соцпартии, двое представителей. В комиссии юридической. В юридической, конечно. Они могут высказаться. Они могут высказаться. Ну, спасибо. По всем вопросам, что... Это надо ценить. Сегодня господин Лебединский пытался высказаться. Вы знаете, что из этого вышло. Я хочу вас спросить. Да, господин Лебединский пока что не депутат. Я хочу спросить. Не депутат, но он представитель президента. Да. И так как говорили о президенте... Можно я задам вопрос? Да, пожалуйста. Спасибо. Скажите, господин Время, вот почему так поступили с советником президента? Вы тоже были советником президента, тоже приходили в парламент. Вам не кажется, что это было по меньшей мере неэтично? Почему? Просто ему сказали, что вы нарушили регламент парламента, и все. Какой регламент? Какой регламент? Что конкретно нарушил? Вот давайте разбираться. В чем он нарушил? Потому что он напомнил господину Воронину и всем остальным, что... Что они были президентами, прежде всего. Хорошо. И это нужно было делать там. Так как президента нет, он от имени президента... Он является депутатом, потому что разговаривает... То есть вы считаете, что к нам на трибуну только депутата приходит? Нет. Какого лешего тогда министра, вице-министра выходит в трибуну? Нет, секундочку. Давайте, 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 давайте четко... И он должен был сегодня представлять позицию по определенному вопросу. Очень четко определим... Секундочку. Мы определим четко статус господина Лебединского. Он не пришел как пресс-секретарь. Он пришел как представитель президента в парламенте. Ну и что? Да. То есть уже как представитель президента в парламенте он имел право находиться в зале. Ну он... Ему дали слово. Он выходит. И когда не понравилось то, что он сказал, ему сказали, знаете, вы, собственно говоря, вы уходите. Конечно, если нарушили регулярно. А что конкретно нарушили? Вы послушайте еще раз, что он сказал. Я послушал раз десять. Вы имеете... Говори время, вы были в зале, да? Вы были в зале? Да, я был. Я тоже был в зале. И он был советником президента. Мы же... Он знает. Он знает эту работу. Мы с вами слышали, что там творило в зале, как оно было. Господин Лебединский, он не отнял микрофон у господина Канду. Или не... Вы же знаете, там микрофон сам не включается, пока не включит оператор. Правильно? Правильно. Ему дали слово. Господин Канду дал ему слово. А вот когда вы адекватите одного министра... А потому что господин Канду такой же депутат, как я и вы. Только ему дали... Он в качестве модератора выступает. Конечно. И для того, чтобы был порядок во время... И чем аргументировал? Какую статью он нарушил на регламент парламента? А он не депутат, чтобы так выразиться и атаковать конкретно человека. Секундочку, он дал реплику. Что реплика? В его адрес была какая-то... В адрес президента. В адрес президент должен был сказать что-то... Секундочку. Господин Время, вы сейчас лукавите. А там что, трибуна для... Я вам скажу честно. Президента нету в зале заседания. Тогда почему господин Канду не выключил микрофон тем, который... Слушайте, давайте вы не будете высказываться насчет президента. Дождемся, пока он придет. И вот тогда вы придявите ему все претензии, обвинения. Правильно? А когда к микрофону выходят министры, вице-министры, представители министерств, Неважно, там МВД, юстиция и так далее. И вы атакуете. Они что депутаты? И Ишану молчит постоянно, он ищет. Причем тут Ишану? Есть ряд других... Любой другой. Кто высказался в таком томе? Хорошо. Напомните мне, кого удалили из зала. Потому что не было такого. Серьезно не было? Вы вспомните, как себя вела, начиная от Фусу, Шалару и все остальные. А они что, депутаты так разговаривали? Вы разговаривали с ними. Или вспомните, как высказался генеральный прокурор, директор НСБК. Я считаю, что он по-прежнему лидер по высказываниям, в том числе и оскорбительного содержания. Меня лично оскорблял. Но это уже, как говорится, дела минувших лет, и об этом не будем вспоминать. Время наше вышло, мы уже перебрали. Знаете, по нашей беседе, я могу сказать одно. Я абсолютно уверена, что сессия будет не просто жаркая, она будет огненной. Потому что страсти наколены до предела. И мне кажется, что до тех пор, пока будет твориться такое в парламенте, то ожидать, что это как-то будет облегчение. И ожидать, что в обществе будет спокойнее. Что творится? Это наивно. Мы принимаем законы, мы идем дальше. Вам все нравится? Вы чемпион, вы единственный человек, которому все нравится в этой стране. Я вас поздравляю. Я не говорю, что все. Я оптимист, я хочу видеть только хорошие в вещах. Все хотят. Но вы не все сделаете в этом направлении? Благодарю вас за то, что вы пришли, отвечали на вопросы. Предлагаю встречаться в этой студии еще не раз. Нам есть о чем говорить. Правда, Господин Время? На футболе. Ну, это кто, как говорится, на что учился. Большое вам спасибо. Об этом мы не говорим. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok